Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Вместе со всей планетой в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Как это было, видели корреспонденты национального телевидения. Безопасные, качественные и широкие. В Чебоксарах реконструируют перекрестки. Сколько стоит первый класс? На бывшего директора Чебоксарской гимназии завели новые уголовные дела. В республиканский бюджет внесли очередные корректировки. Казна стала тяжелее. Дополнительные средства планируют направить на реализацию государственных программ. Проект бюджета сегодня рассмотрели члены правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Собственные доходы бюджета увеличились на 400 миллионов рублей. Крупные суммы поступили от налогоплательщиков. Общий объем доходов за планированную сумму 43 миллиарда 690 миллионов рублей. Планируется рост и собственных доходов на 2%. Безвозмездное поступление из федерального бюджета составит 17 миллиардов 482 миллиона рублей. Если сравнивать аналогичный период, вернее 2016 год, то к 2016 году увеличение предусмотрено в размере 11,4%. Расходы этого года увеличиваются. Более 1 миллиарда рублей планируют направить в сферу медицины. Свыше 700 миллионов для модернизации больниц, 400 на продолжение строительства многопрофильной поликлиники по проспекту Ленина. На продолжение реконструкции здания стационара детской инфекционной больницы по улице Гладкова города Чебуксары предусматривается дополнительно 61,2 миллиона рублей. Об этом тоже были вопросы в наш адрес. И эти средства позволят нам по тем уже предусмотренным дорожным картам своевременно вводить эти объекты в эксплуатацию. Порядка 200 миллионов в Минфине планируют направить на повышение зарплаты работникам культуры и педагогам. До конца этого года за счет бюджета в школах республики намерены оснастить и специальные классы для дистанционного обучения физики. Занятия для учеников будут проводить преподаватели ЧГУ. 46 миллионов рублей только на оснащение оборудования. Но это не всем школам, а отдельным школам, которые в этом проекте участвуют. И рассчитываем в последствии эти студенты, как выпускники уже, как специалисты, будут работать на развитии реального сектора экономики. Кроме того, в рамках совершенствования системы среднего профессионального образования планируется приобретение программного продукта для электронного обучения детей. Еще одна статья расходов – модернизация спортивных объектов. На эти цели запланировали более 40 миллионов. В правительстве планируют увеличить и объемы дорожного фонда. Решается вопрос о выделении бюджетного кредита в помощь троллейбусному управлению. Правда, пока в правительстве региона не получили конкретного плана оптимизации предприятия. В целом мы план приняли, мы его подписали 16 октября текущего года. С Министерством транспорта пока не согласовали. Но для себя работа принята в исполнение. В окончательном варианте, когда вы утвердите его для того, чтобы провести определенную оптимизацию финансового оздоровления и так далее. Для меня вот это не совсем понятно, значит, насколько можно затягивать. С мая месяца, вот до сих пор, даже с прошлого года, до сих пор не можем утвердить. В фиксируем протоколе, план финансового оздоровления администрации города, надлежащим образом оформленный, не представлен кабинет министров для того, чтобы посмотреть, какие деньги мы будем выделить. Члены правительства утвердили и план капитального ремонта на три года вперед. Планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 678 многоквартирных домах общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В этих домах проживает почти 80 тысяч человек. Кроме этого, по этой же программе оснащаться будут 125 многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета, потреблением ресурсов и узлами управления. Работы по капитальному ремонту должны начаться и завершиться в срок. Глава республики поручил наладить тотальный контроль за подрядчиками. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Долги за газ в Чувашии достигли почти 2 миллиардов рублей. Самые крупные должники теплоснабжающей организации. Лидером среди них является общество коммунальной технологии. Сегодня прошло совещание по вопросам задолженности за поставленный природный газ и тарифного регулирования компании. Отдельные многоквартирные дома в Чебоксарах в самый разгар отопительного сезона могут остаться без тепла. Теплоснабжающая организация коммунальной технологии находится в критическом положении. Их задолженность за поставленный газ более 1 миллиарда рублей. Основные проблемы, связанные с деятельностью компании на совещании, обозначил глава Чувашии. По материалам проверки, проведенной госслужбой Чувашии Республики по конкретной политике и тарифам, выявлено наличие экономически необоснованных и нецелесообразных расходов. Подробнее об этом мы расскажем вам завтра в это же время в выпуске новостей. Сегодня в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций состоялся конкурс на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот. На территории нашей республики разыгрывались две частоты. В конкурсе участвовала национальная радиочувашия, получившая право вещать на волне 95,9. И мы сумели взять одну из частот, и наша частота, на которой, ну не совсем в ближайшее время, но мы начнем вещать в городе Чебоксары. Это очень долгожданное для нас событие. Было достаточно сложно, но, тем не менее, мы справились. Впереди предстоят нам очень много технических моментов с этой частотой получения лицензии. Но я думаю, что там в обозримой перспективе жители города Чебоксары и Новочебоксарска ухлышат национальное радио. В 2018 году в России появится единый реестр ЗАГС. Все данные, которые сейчас хранятся на бумаге, переведут в электронный вид. Это должно облегчить межведомственное взаимодействие, считают специалисты. Такой шаг позволит создать единую базу, где будет храниться вся информация об актах гражданского состояния, рождении, смерти, заключении браков и разводах. Это должно упростить ряд процессов. К примеру, сбор информации о населении для начисления налогов, поиск родственников и подсчет статистических данных. Сегодня статистика нашей работы проанализирована. Нас характеризует то, что наши чувашские семьи всегда были стабильными, всегда вопросы укрепления семей были в приоритете. Хочется отметить, что мы на сегодняшний день, наряду с Республикой Мордовия, по относительному показателю, занимаем первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по наименьшему количеству разводов. А по России это восьмое место. А вы знаете, куда уходят ваши персональные данные? Социальный ролик с таким слоганом открыл церемонию подписания Кодекса этической работы в сети интернет. В зале собрались все заинтересованные стороны – юристы, айтишники, представители вузов, различных ведомств и министерств. Все, чья работа так или иначе связана с информационными технологиями. Мировой и российский опыт показывают, что современные информационные технологии, кроме новых возможностей, несут и угрозу нарушения прав и свобод личности. Блуждая по просторам интернета, мы все рискуем персональными данными. Пока от утечки информации никто не застрахован. Но работа в этом направлении ведется. В республике подписали Кодекс добросовестных практик в сети интернет. Инициатором выступил Роскомнадзор. Главная цель Кодекса – сделать безопасным хранение персональных данных. Будь то социальные сети, портал электронных услуг, личные дела, которые хранятся у кадрового работника. И другие сведения, которые попадают в паутину. Впервые Кодекс был представлен в Москве в ноябре прошлого года. Тогда в присутствии руководителя Роскомнадзора Александра Жарова подписи под Кодексом поставили 24 организации и коммерческих компаний. В их числе Ассоциации российских банков, Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, Российский союз автостраховщиков, Российская детская и государственная библиотека, крупнейшие операторы связи – Почта России, Ростелеком, МТС, ВМПЛКОМ, Мегафон. Сегодня мы, подписывая данный кодекс, подписываясь под этим кодексом, берем на себя ответственность, что действительно мы постараемся быть правильными в сети интернет. Мы несем за свое сказанное, за свои комментарии ответственность. Вот это самое главное. Я думаю, когда вместе беремся за большое дело, как уже было сказано в начале, мы это дело выполним. Подписание кодекса различными организациями возлагает на них ответственность за создание безопасного интернет-пространства на основе законов. Этим вопросом должны озадачиться специалисты по кадрам, по информационным технологиям, юристы. Огромная ответственность ложится и на медиков. С января будущего года ведомствам запланировано выдавать электронные медицинские справки, выписки из истории болезни. Мы понимаем, что это все-таки медицинские данные, и мы эти данные должны охранять. У нас в республике построена защищенная республиканская медицинская корпоративная сеть передачи данных. Функционер, как сегодня уже Александр Степанович отметил, что у нас единый центр обработки данных. Это очень значимо и важно. В республике уже немало сделано для защиты персональных данных населения, но предстоит еще немало. Ведь информационные технологии не стоят на месте. Нужно успевать выстраивать безопасную интернет-среду. Об этом речь шла и на рабочей встрече министра информационной политики Чувашии Александра Иванова с руководителем управления Роскомнадзора по ПФО Натальей Альхимович. Более подробно о Кодексе добросовестных практик по работе с персональными данными смотрите в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после информационного выпуска «Республика». Гость студии – руководитель Роскомнадзора по ПФО Наталья Альхимович. Следственный комитет возбудил четыре новых уголовных дела на бывшего директора Чебоксарской гимназии номер 4. Ее подозревают в получении взяток за прием детей в школу. По версии следствия, в период с марта по июнь текущего года в Чебоксарах подозреваемая как лично в своем служебном кабинете, так и через находящуюся в ее пользовании распоряжение банковскую карту получила взятки на общую сумму 104,5 тысячи рублей от четырех местных жителей за прием их детей на обучение возглавляемое ею образовательное учреждение. Ранее в отношении подозреваемой было возбуждено три аналогичных уголовных дела по фактам получения ею взяток на общую сумму 90 тысяч рублей от родителей за прием их детей и на обучение в гимназию номер 4. Подозреваемая находится под домашним арестом. Арест также наложен на ее автомобиль и банковские счета. В Чебоксарах завершается программа «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2017 году успели отремонтировать 27 улиц и расширить 5 перекрестков. На эти цели было потрачено около 700 миллионов рублей. Глава столичной администрации на месте проверил ход работ. На перекрестке Эгерского бульвара и проспекта Мира всегда были пробки. В администрации города решили, что расширение перекрестка и дополнительная правая полоса исправят ситуацию. Так ли это можно будет узнать на следующей неделе. Сейчас строители переносят инженерные коммуникации на участке 270 метров. Еще один объект, который должен увеличить трафик и убрать пробки – перекресток улиц Ленинского комсомола и Пролетарская. Рядом со строящимся участком Кувшинка. Здесь также появилась правая полоса, которая позволит автолюбителям не застревать на светофоре. Всего в Чебоксарах до начала ноября должны завершить реконструкцию пяти перекрестков. В этом году на сэкономленные средства федеральной программы решили перенести и остановку общественного транспорта. Скоро она появится у торгового центра «Мадагаскар». Остановка, которая сейчас расположена на Эгерском бульваре, не отвечает нормам безопасности. Горожане и гости столицы почувствовали, какой масштаб ремонта дорог производится в 2017 году. Мы уже отремонтировали 27 дорог. Осталось реконструировать и расширить пять перекрестков. Работа по ним ведется. Сейчас мы провели рабочую встречу с подрядчиком, с рабочими. К 1 ноября работа должна быть завершена. Ну и, соответственно, проект безопасной и качественной дороги в 2017 году на территории города будет завершен. За качеством дорог внимательно следят. Если полотно не соответствует нормам, то подрядчик будет исправлять недостатки за свой счет. Предварительный план реконструкции дорог на будущий год уже составлен. Предполагается, что на программу будет потрачено не менее 800 миллионов рублей. В республике проходит акция «Белая трость. Шаг навстречу». Традиционный проект призван помочь слепым и слабовидящим людям лучше ориентироваться на местности. Так, в специальной библиотеке имени Льва Толстого состоялся мастер-класс по использованию белой трости. «Белая трость – это не только символ незрячих людей. Это их инструмент, их глаза. Как правильно держать трость, какие движения совершать и какие моменты учитывать при передвижении. Все это смогли узнать и попробовать дети 9-11 лет из коррекционной школы для слепых. Во время ходьбы есть несколько основных движений. Скольжение концом трости по полу – маятниковое и диагональное. «Захватываем большим и средним пальцем саму рукоять. Указательный ложится наверх. И движемся вперед. Но рука близко находится, груди практически. Идем. Это техника диагонали». Педагог по пространственной ориентировке говорит, ребятам с нарушениями зрения необходимо привыкать к трости с детства, чтобы потом они могли перемещаться самостоятельно. «Незрячие дети могут сталкиваться с различными трудностями. Во-первых, с непониманием. Потому что с виду очень часто слепой человек не похож на такого. И возникает недопонимание, когда человек говорит, ребенок говорит, что я слепой. Бывает, что ему не верят. Не все понимают и не все принимают, к сожалению, белую трость». У Карины Павловой весь мир на кончике трости. Ею она буквально простукивает свой пульт. Желтая дорожка и шум, точнее целая вселенная звуков, помогают Карине не сбиться. «Из-за этого мастер-класса я узнала очень многое. Например, я никогда не знала историю белой трости. При использовании белой трости нужно знать обязательно приемы, самый основной маятник. И нужно знать, как правильно держать». Жизнь в темноте — особенная жизнь. Но главное — научиться видеть сердцем. Тогда любовь и доброта станут для человека теми лучами света, которые способны озарить мрак слепоты и сделать окружающий мир прекрасным. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Праздничное шоу под названием «Россия» и «Большой рок-оркестр». Чем завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов и как Сочи проводил его участников, расскажет Юлия Важенина. 29 тысяч молодых людей из 185 стран мира закончился самый масштабный образовательный форум. Каждый день был посвящен разным странам. На площадках прошли Дни Африки, Америки, Ближнего Востока, Европы, Азии и Океании. Последний день на ВФМС посвятили России. Сегодня на фестивале молодежи и студентов в Сочи — День России. Это прекрасная возможность выучить или вспомнить руссконародные танцы. Ну давайте. Сначала походу. В главном медиа-центре всех желающих обучали игре на ложках. Страна-хозяйка запомнилась иностранцам своим гостеприимством и огромным творческим наследием. Для этого нужно было лишь посетить шоу «Россия». Фестиваль закончился, но дни, проведенные в Сочи, запомнятся надолго. Шоу в честь завершения ВФМС было интерактивным. Зрителям надели светящиеся браслеты, меняющие цвет. Весь зал был похож на усыпанное звездами небом. Финальной точкой церемонии закрытия стал фейерверк в четыре тысячи залпов. Юлия Важенина, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на национальном телевидении Чуваши.